он далеко светит вот раз следующего дня я еду в Иркутск уже подъезжаем к Иркутску вот, я в Иркутске заходи заходи я гоню я гоню я гоню я гоню я гоню я гоню ну я гоню тоже похож на папку даже больше гоню погоню все пакетики Субтитры делал DimaTorzok 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 Унты, это надо понимать, сапоги вот из махавей. Их, а вон автоокзал мне туда. Тут уже видно, мало шнурки. О, закрепочка. Курцкая пока. Ехать не могу, еще сто часов ждал, где-то еще. Где-то дешево. 500 рублей. Что это там? Эльфон. Расстояние 200-300 километров. Курцкая. 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 Тюрьма. Это где Декабристы сейчас сидели? Нет. В Декабристе. Мало себе. В Колчаке. Ага. А вы местный? Конечно, конечно. Не заметно. Ну я откуда знаю. Это должно быть заметно. Потомок декабрист? Да. 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 В 4-го года дальше. Тише. Ну да. Везде так. После революции все перемашалось. Ну да. Да. Вначале. Табы век. А красная? Да. Взял. Она и сейчас еще термодействующая. Угу. Угу. Такер водочный. Да. Угу. Та. 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 Только один автобус в день? Та. 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 Ну я же где-то приночевать придется. Там гостиница найдется, я думаю. Та. Ну вот приехала в Ирхутск. Сейчас я опять хочу походить по этим местам декабристов. Вот тут сейчас это усадьба Трубецких, в которую я походила. Она была закрыта. Сейчас наверное открыта. Если открыта, пойду посмотрю. Потом еще тут Волконских есть. Вот. Это музей декабристов и также усадьба Трубецких. Ничего. Можно пройти, да? Как же они тут жили. Тут все закрыто. Вон дворя открыта. Куда найти или неудобно. Где тут музей-то? Церковь. Вот тут церковь. Там она им посвящена Церковь. Их жены. Какие женщины были. Нет, а собственно, зачем так плохо жить в Иркутске? Многие люди тут живут. Почему собственно это ссылка? Это дом декабриста Сергея Трубецкого Сергея Петровича. 1658-1856. Так, ну вот я в музее. Вот он Трубецких. У них как раз перестраивался. И вот этот дом уже построен, когда уже сама Екатерина Трубецкая умерла и жил здесь Трубецкой один. Что это? Княгиня Екатерина Ивана Трубецкая на приеме Иркутского гибернатора. Она хочет к нему ехать, бедняжка. Какие женщины. Вот все декабристы. Это те, которые были расстрелены. Ага. Восемь декабристов первым прибывших на каторгу. Закованные вручные ночные кандалы. Целый год они работали в датном руднике Мерчинского горного округа. Добыча серебряной ротеи. А, нет, это те, которые стреляли. Так, знаешь, кто у них по порядку идет? Александр Якубович. Артамон Муравьев. Второй. Потом нужна. Сергей Трубецкой, третий. Сергей Волконский. Трубецкой, третий. А вот это Сергей Волконский. Трубецкой, мне плохо видно. Так, смотрите. Так, вот это вот крайний. Сейчас у меня перед Волконским. Петр Борисов. Так, а вот это Василий Давыдов и Евгений Боленский. Трубецкой. Окей. В глубине сибирских рук Трубецкой, Кой и семи его товарищей. Волконский. Но было когда-то в воднике. Вход в водник. Пушкин ждал желания, Пушкин, во глубине сибирских род, храните гордое молчание, а так это же Пушкин писал, да? Принадлежал декабристу Абрамову. Так, я здесь чу зеркало, а вот, декабристу, вот декабристу Абрамову. Розу, Александра Васильевна Энтельцева, Мария Казимирова Южневская. В Руси эти были женщины великие. Сколько их было? Одиннадцать? Одиннадцать? Да. Заркало. А зеркало все зачем? Так, я призван брать вот что-то в Читинском острове. Читинский остров. Мне только одно непонятно, почему у них так боялись иркутском, вроде, хорошее место в Айкалоре. Или это все времена здесь вообще ничего нет? Это кто это? Это Муравьева, да? Александра Муравьева. Что здесь сказано? Реконструкция. Камила Петровна Айвашова, не Айвашова. На остроге не свободы. Ни острог, ни свободы. 26 июля 1837 года, после 13 лет каторги, Трубецкой с женой и детьми, был отправлен на поселение в село Ойок в трехстах верстах от Иркутска. Туда же был поселен декабрист в Атковске, вблизи от Иркутска. Там уже жили Никита и Александр Муравьева. Тут сказано, что у них, значит, большое горе произошло. У Трубецких умер их годовалый сын Владимир. На поселении увлечено, занятое сельским хозяйством, Трубецкой. Разведением скота, лошадей, выращиванием деревьев. А Екатерина писала из Ойок сестре, огород дает нам все в смысле овощей, в чем мы можем иметь нужную в течение года. У нас есть несколько коров, которые помогают нам сводить с конца с конца. Вот тут сказано, что он с крестьянами сошелся. Всегда их поддерживал в нужных. Показали медицинскую помощь. Сохранялись заметки Трубецкого лекарственных прав, в различных рецептах применения. В тетради под названием «Сельское хозяйство» он делал записи по садоводству. Короче, стал дачником. Ну ничего, не так уж здесь и страшно. Чего прям так пугают? Миллион крестьян живут в таких условиях. Ну камин как хорошо сделан. Он не натуральный это. Он горит. Нет, он холодный. Такое ощущение, что горячий. Это вот как кино все сделано. Очень гениальная идея. В печке. Тут что? Пути кабристов на каторгу. Ну да. Вот они ехали из Петербурга. Тихвин, Ярославль, Кады. Это там, где они становились, да? Места каторжных работ. Места каторжных работ. А вот тут они. Иркутск. Это Иркутск. Вот они. Катернич. Ааа. Тут они можно пальцем провести. А вот как и с пальцем проводится. Рядка. Ааа. О, как интересно. Это вот прям все с этими гербами. Давай посмотрим. Значит Петербург. Петербург. Сла... Слободка. Глаза. Рейх, дай их надо. Рейх, маминск, Рейх. Рейх, дай их надо. Петербург. Кунжур, Екатеринбург, вот он Екатеринбург, Зурал, Камушку, Зурал проехали, Тюмень, Тогольск, Таро, Калининска, Кулеван, Туламск, Ачинск, Красноярск, Нижний Удинск, Иркутск, А, Иркутск, вон, наверное, Иркутск. Ну что дальше? Дальше ничего? Кажется, лучше. Здесь снова повисали, Ко расстояния не взяли. Так, вот они, Табиской с своей женой, с Катенькой. Стулья работы Бестужева. Так, это кто? Дальше, по семье. Урожденная княжна Тверская. Свербеева. Лунькинся, Страбецкая. А вот тут, 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 наверное, Свербееева. Урожденная княжна Трубецкая. Эта дочь, наверное, родилась в 1837-м, а умерла в 1924-м. Вот и долго она прожила, да, в рождённой. Вот она, наверное, как рыбка. Портрет дочерей Трубецких, дочки. Сын у них умер. Да, в рождённых не прожил, а Трубецкая. Умерла в Симферополе в 1916-м году. Это в 1934-м родилась, а это в 1937-м. К семье. Ну что, на Жене не написано. Вот она, там эта Трубецкая. А Жене не написано. Е написано, Екатерина. Так, а это седьмая семья. Робин Деев, Александр Сергеевич. Александр Сергеевич, рождённая Трубецкая. Дочь от первого брака. А, так это вот, да. Это Александра, она пошла замуж. Одна из дочерей Трубецких. Значит, на протяжении 1830-го года у них всего было семь детей, только четверо выжила. Значит, с 30-го года в семье родились дочь Александра. Менее чем через 4 года, в 1934-м году у Саши появилась... А что? Что-то непонятно написано. Да, у Саши появилась сестра Елизавета. Ещё Елизавета у них родилась. Образование дети Трубецких получали с малых лет. Сашеньке было всего 4 года, когда ей дали впервые буквары в руки. Её обучали чтению, письмам, рукоделям. Трубецкой много занимался детьми, которых он любил до обожания. Для их обучения Сергей Петрович сам... Да, не сидите. Сергей Петрович сам создал пособие по грамматике, геометрии и так далее. Дети с малолетства приобщались к основу крестьянского мировоззрения. Мама передала своим дочерям секрет рукоделия. В 1835 году у них родился сын Никита. Потом в 1837 ещё одна дочь Зинаида. В 1838 году сын Владимир. Но, к сожалению, он умер. Вынес. Не успевая отправиться в горе стекло, семью постигла новое несчастье. В конце августа заболели с крылатиной Лиза, Никита и Зина. Девочки выжили, но Никита болезнь унесла месяц, чем за неделю. 3 сентября его не стало. Потом в мае 43-го родила сына в честь дедушки Лаполя, крещённого Ивана. Потом у них ещё родилась дочка Софья. Девочка прожила всего 13 месяцев. Кроме своих детей в семье Трубинских жили пятеро воспитанников. Дочери декабриста Михаила Кюхельсбекера, Анны и Юстина, дети небогатых, иркутских чиновников, прочие. Такие люди были. Великие люди. Одно мне непонятно, почему, собственно, плохо в Иркутске жить. Живут люди. Ну да, тяжело, но крестьяне тоже так и жили. Потому что мы просто непривычки были. Это кто? Это брат Текабриста Трубинского. Так, что здесь написано? Мой почерк непонятный. Это они на подняках, что ли? Ничего не понятно, что здесь написано. Сибирский альбом княгиня Екатерина Трубецкой. После 13 лет каторги в 1839 году декабриста Трубецкого с семьей отправляют на поселение все слои йога. Да, об этом уже читали. Это и какая стена, наверное. Это Екатерина Трубецкая. Это уже, наверное, в 60-х годах. Ты ее портрет. Друзья, Трубецкая. Друзья, Симитрубецкая. Как они сделали, как перед из окна. На вне репродукции. Остается впечатление, что это видно. Старик Кузыка. Катерина Трубецкая. Она прожила 54 года. Катенька. Так, ну вот написано последнего жизни. 16 августа 1856 года указом императора Александра II декабристом было до равна слабого свобода. Трубецкая хотел остаться в Сибири на могиле, чтобы рядом с могилой жены и умерших детей. Но ради сына Ивана он все-таки решил покинуть Сибирь и вернуться в Киев, где обосновалась его дочь Анна Ребендер с мужем. 5 марта 1857 года Сергей Петрович прибыл в Киев. Здесь декабрь стал активно переписываться с друзьями, родными. Так узнали, работа. Потом разрешено было поехать в Польшу на свидание с родственниками. Вскоре после возвращения в Киев Трубецкой перебрался в Одессу. В Одессе он прожил почти год. Часто было проездом. В Ялте, Севастополь. Трубецкой вместе с Ребендерами приезжали в Москву. В начале 1862 года, проводив дочь Александра Сергеевна на лечение за границу, Трубецкой сыну выехал в их пензенские имения. И оттуда в Нижний Новгород. В день декабрь встречался со старыми друзьями. 9 июля 1862 года Трубецкой получает известие и здрясет на окончании Александра Сергеевна, дочери его. Вернувшись после похорон дочери в Москву, Сергей Петрович не замыкается в своем горе. Он следит за подготовкой крестьянской реформы, ведет самый деятельный образ жизни, старается быть полезным своим друзьям и близким. В ночь с 21 на 22 ноября 1860 года у декабриста случается сердечный приступ. И Сергей Петрович скончался на руках сына Ивана. Похороны были многолюдны. За гробом умершего шел декабрист Муравьев-апостол, нес большую икону спасителя в Терноменце, семейную реликвию, принадлежавшую Екатерине Торбецкой. Похоронен в Торбецкой, в Москве, в Новодевичьем кладбище. Такая судьба была. А Катя умерла в Сибири, жена ему. Привида на Иркутске. 19-го, начало 20-го века. С колокольней Тихийевской церкви. Это что такое? Это Иркутск. Садьба Лолконский. Это долубенький. Сейчас туда пойду. Это старенький дом. Это около метра. Дом Волконских. Это музей Волконских. Вот это здание. Речная церковь. Там, наверное, до Волконских. Там, наверное, до Волконских. Вход. Да, наверное, сюда. Видимо, сюда. Вот там, спасибо. Это блатало? Нет. Вот этот, наверное. Так, ну че, где у них тут что? Церковь. Вот, наконец-то, в театр зашла. Театр Пилигримов. Поперег. Какая-то, совершенно жуткая бабка на меня набросилась. Вы куда? Музей. Я говорю, музей ищу. Одни музеи. Вот, хватает. Есть такой город декабристов, известный. Могли бы его немножечко преобразить. Совковщин, Совковщин. 45 лет музея декабристов. С 70-го года он. Еще один музей декабристов. И тот тоже. Ну ладно, этот Волконский. Волконский. Все время у меня после войны и мира тянется Волконский. Волконский-болконскими назвать. Тут тоже самое. Вокруг идут дома. Вот музей сюда, да? Надеюсь, что за домки. А здесь домки тоже балконские уже. Здесь просто какой-то строительству идет. Так, ладно, поэтому музей. Так, ну вот, дом Волконский. Этот дом построил князь Сергей Волконский в 1838 году. Тут долгое описание всего. В общем, в 17-м году был отдан под квартиры разным чинам военного ведомства. В 20-м году, в 320-м, вся усадьба вместе с домом была мунициптирована и сделана на коммунальные квартиры. Возвращение домов началось во время реставрации в 1884 года. Были освобождены в лицо. Д...? Князь... Я выигрывался один в 2-й в один в таком русских маленькие площадке. Перед телефоном рождória. Чёрныйanniό Волконский. Это вот дочка Волконский. Какая красавица. Ирина Сергеевна. Красавица какая. Здесь они жили после амнистии. Баронесса Алия Розы. Камила Петровна Ивашова. Тут я даже помню. Расковья Аненко. А вот она сама в балкон за кармашенькой. Мария Агнецовская. Нарышкина. Все красивые. Анвизина. Давыдова. Муравьева. Она мне в детстве очень нравилась. Мария Агнецовская. Княгиня Екатерина Трубецкая. Валконская вторая была после Трубецкой. Балконская. Здесь она уже не молодая. Сэгинала Мазера. 1848 год. Ну да, тут она уже такая в годах полная. Вообще, ручки такие, как мне нравится. Трубецкая комната. О, у меня картина открываешь. Реонин. Здесь как новая. Такое ощущение, что... Говорящие картины, пугают. Вот это родословная рода Раевских. Где же тут Машта у них, а? А Машт тут ни слова. Это был зимний сад. В доме зимний сад. Мне, кстати, всегда хотелось сделать в доме зимний сад. Целый гомендус сад. Ну, тут уже веселее. Это кто такие, да? Лаконская сама, да? По-моему, только она. Это не сама лаконская? Наверное, да? Ну, может нет. Машт. 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 Внучка декабристая. Санкт-Петербург. 1880-е годы. Вот как. Это внучка уже. Александр Михайлович Болконский. Вновь декабрист. Машт. 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 Это кто? Пётр Андреевич Болгонский, потомок декабриста в пятом поколении. Здравствуйте. А вы у меня были же наверху уже, да? Да, я понимаю. Григорий Михайлович Болгонский, 2006 год. 1990 потомок, да? Да это потомки, вы можете почитать, вычитаете или нет? Ну, конечно. Вот описание. А это Михаил, это который внук? Михаил, это сын. А, вот это храбрословно, да? Вот Мария Николаевна, да, это вот Полиня Михаилова. Мария Николаевна, его двое детей, дочка, ну там вот вы видели. Ага, да, вот это я видела. Значит, идёт вот оттуда, да? Это верхний, это Болгонский и... Нет, верхний это его родители. Вот Репнина и Болгонский. Вот Сергей Григорьевич, Мария Николаевна, это вот их дети. И вот потом потомки уже Полиня и вот сына. Нет, ну вот это же интересный. Так, значит, Болгонский. 458-го, 59-й. Он пережил свою жену? Кто, Сергей Григорьевич? Да, она в 63-м, а он в 65-м. Но он и на 65-м, а он в 77-м, а он в 57-м. Великая женщина была. Это их дети двое, да? Да, Михаила и Елены. Так, это идёт родословное от Михаила? Да, по Михаилу. Вот он женился, и это вот его потомки. А что ж, ничего, об Елене нет? Наверху там есть её потомки. У неё просто павелят другие у них. Она три раза замуж уходила, у неё дети уже. Здесь Михаил Сергеевич, это значит Михаил, и у него сын Михаил, да? Нет, нет. Вот его дети. Это вот Михаил, это вот он женился, это его жена. Вот, кстати, там тоже родственная связь есть. И как она тоже, да? Вот это Михаил, да? Да, Михаил, это его жена. Вот он женился на Волконской, Резавета Григорьевна. Волконская тоже. Так, не Волконская, а вот... А, так она тоже, это она его родственница. Она родственница, да? Да, получается, он женился на... Так, до... Троюродная сестра. Так, это его двоюродная сестра? Нет, вот это вот двоюродная сестра, Волконскому вот это родная сестра. Так, это двоюродная его сестра. так и это дочь двоюродная сестра, но дочь племянница двоюродная сестра, ну как двоюродная она сколько же она его младше, вроде бы она его не намного младше была она с тридцать восьмого а он с тридцать второго племянница двоюродная получается это все их дети это и дети это про внуки уже интересно это актер что ли он был? да 73 актер, вот актриса у нее кстати говорят что она учился у нее еще в дюрском мастерство высоцкий интересно все переплетается так это совсем недавно а вот где допустим живет сейчас в принципе они все живут с границей в Дании, Франции в Америке в общем короче во время революции но вот она жила здесь он учился здесь но это уже как говорится один один потомок у них остался да ну вот может конечно не один а там и дальше у него наверное дети есть просто здесь нет родословные вот он приезжал вон это вот фотография он около нашего дома а что он себя представляет он вы возьмите вот здесь почитайте тут есть их потомки и описание их и все спасибо так вот Михаил Болконский сын зекабриста выживший из которого идет там все родословное иркутская мужская классическая гимназия 90-е годы здесь в 1846-29 годах учился Михаил Болконский разрешение выдать сына государственного преступника Михаила Михаину Болконскому золотую медаль аттестат справа вступления в гражданскую службу вот этого сына Болконского ему дали неизвестный художник камчатник дача княгини Марии Болконского в селе ость куда иркутская губерния красиво вот гостина здесь были разные приемы совсем даже это уже плохо у них тут было это парадный кабинет самого Болконского Сергея Декабрист, князь Сергей Григорьевич Волконский, 1788-1765-го, видный деятель первого этапа Росковского освободительного движения, член Союза благоденствия, затем Южного общества, руководитель Каменского права. Это главное, потому что его вообще должны были казнить, написано. Был сужден по первому разрезу смертная казнь со течением головы, но по указу императора Николая I мера наказания была изменена на 20 лет каторги с последующим поселением в Сибири. Каторгу князь отбывал в Иркутской губернии на Николаевском винно-куренном заводе осень 1826-го в Благодатном руднике, 1826-й, 27-й, в Чете, 27-й, 30-й и в Петровском заводе с 30-го и 35-го. После этого он с семьей был отправлен на поселение в село Урик под Иркутском. Как поселенец он получал надел земли. И по словам друзей, в гроб занимался хлевой пашенью. Потом по просьбе Волковского выделили еще 55 земли на расчистку под пашню. Он первым выращивал овощи и фрукты в парниках и теплицах и учит этому сибиряку. В селении, естественно, для Волконского становятся общения с крестьянами. По воспоминаниям сына он входил в подробности о занятиях крестьян, их хозяйства и даже семейной жизни. Они обращались к нему за советом, за медицинскими пособиями, за содействием. Некоторых современников удивляло шокированно, сколь легко вошел аристократ Волконский в крестьянскую среду. Но именно эта способность, как писал историк культуры Лагман, быть без наигранности, органически, естественно, своим, и в светском салоне, и с крестьянами, и на базаре, и с детьми, составляет культурную специфику потового поселения декабрица, родственную поэзии Пушкина, составляющую одну из вершинных проявлений русской культуры. В 1845 году Болконские добились разрешения переехать в Иркутск. В 1848 году был закончен перенос их дома из Юрика, вот этого дома. Князь Сергей Болконский занимал правую часть людской СБИ, флигер, расположенного сразу за домом. Парадный кабинет в доме был устроен в 1554-м, накануне визита сестры декабриста Софьи Григорьевны Болконской. Княгиня Болконская вспоминал Иркутянин Белоголовый, уговорила мужа по случаю приезда сестры занять одну из лучших комнат нижнего этажа и отделать ее поприличнее. Он добродушно подчинился этому желанию, но не заметил в этот богато убранный кабинет оттаскать коз, подков и тому подобных принадлежностей сельского хозяйства и придать ему в большом огорчении домашний характер, никак не соответствующий роскоши помещения. После амнистии в 1856-м году князь Болконский вернулся в Россию. А это что не Россия, что ли была? Умер и похоронен в село Воронки Черниговской губернии рядом с могилой супруги Марии. В обстановке кабинета приставлен диван, гостиный стол и прочее. Княгиня Александровна, мать кабриста, а вот это вот парлетово-матери. А снизу же. Тоже описание вот есть, если хотите, можно присесть перечитать. Да нет, сейчас у меня уже времени нет. Спасибо. Спасибо. Потом в аэропорт поеду. Говорят, здесь недалеко, все в черте город. До рынка дошла, центральный рынок. Мне говорят, что надо на автобус там. А вот и всякие платки, варежки. Вот тут сейчас носочки посмотрите. Юрий, у меня красиво. Ну вот я на рынке купила носки. Юля меня просила для брата. Хотите, я там накупила, пусть никак. Пойдемте, кордону. Даются, дядя. Ну, время у меня посмотрела. Ну, что время есть? Сейчас целый дают, дают. Чага, березовый гриб. Вот тут. Березовый гриб, печатайся. А с чем, квартал, а ну-ка, твой, правильно? Девят, из Никодского языка сядутся. Это что продаем? Девят, из Никодского языка. Девят, из Никодского языка. Девят, из Никодского языка. Вот тут все есть. Девят, из Никодского языка. Вот там народу, по-моему. Девят, из Никодского языка. Кто-нибудь тут есть? О, нет. Это дерьмо, да. Шлицы, корону. Кроме, совсем не хочется. Табак. Вот сейчас тоже еще вот эти вот, эти сапожки. Сейчас пойду, посмотрю, какие они. Ну, здесь такие цены для них. О, да. Цены здесь, конечно. Девят, да. Девят, да. Девят, да. Девят, да. На рекорде все эти проделали. Совсем не в тепло. Девят, да. Что за Таркер, Иркутский комсомолец, вот. Да. Да, иди, да, иди. Ничего себе. Девят, да, иди, 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 да. Да, иди, да, иди, да. Аэропорт в Курске. Спасибай пекло от города, а сейчас поехали. А он еще водил, еще это два аэропорта. Какой набор? Наверное, старый, это новый. Счастливый полет. Как еще не работает новый? Ладно, потом посмотрим, что будет. Счастливый полет, значит, нам должен быть аэропорт. Вон там самолетский стоит за собой. Все, закончилось мое путешествие. Сейчас пойду с билетом. Все ли у меня там с билетом в порядке будет? Билет не дали одна. Сейчас мне зачем будет на этом ходить. Так, ну вот, после долгого пути, там мы на переправе ждали. Часов, наверное, шесть ехали. Я приехала на ту самую Листвянку, на которой собиралась ехать вчера. Это самое ближнее место к Иркутску, на Байкале. Остановились в постеле. Ну вот, я думаю, лучше, чем ночевать в Иркутске. А потом завтра сразу отсюда поеду уже в Иркутск. Вот тут вроде обещали мне тишину и покой. Взяла себе отдельный номер, хоть это и дороже. Ну сколько, полторы тысячи. А там вообще мы за пятьсот снимали. Здесь было бы шестьсот, если бы за одну койку в четырехместном. Что меня, естественно, не устраивает. Надеюсь, поспать как человек. Не знаю, получится ли. Ну все, спокойно ночи, до завтра. Завтра будет мой последний день. Здесь. Утро следующего дня. Вот я проснулась и оказалась... Вчера по темноте шли, ничего не было видно. Оказалось, что я вот в таком вот комплексе. Говорят, что это хостел. И мы находимся на горе. Мы сейчас еще спускаться тут. Больше километра надо будет с этой горы. Хорошо не подниматься. Так, Листвянка. В нашем домике колодец. Или что это? Да, это колодец. Ага, там же мне предстоит идти все вот это расстояние пешком. Ну ладно. Вот в этом домике я остановилась. Так, вот эти ворота, которые мы вчера среди ночи вошли. Эта темнота была полная. А вон Листвянка. Лиса, леса кругом. Вот этот домик. Я остановилась там, на втором этаже. Вот этот балкон, это боковой. Он как бы для всех. А у меня была отдельная комната. Вот с той стороны. Справа. Так, вот такой комплекс. Оказывается называется Улан-Удэ. Это хостел Улан-Удэ. Вот как. Нет, наверное это они рекламируют Улан-Удэ. Это не Улан-Удэ. Это вообще непонятно как называется. Так вот. Весь ворота. Вчера у нас сюда прибыла маршрутка. А мне сейчас предстоит спускаться с этой горы. Ммм. Здесь леса, красивый лес. С этой стороны. Останавливаем бокал. Ага. Девушка, ворота. Очень приятно мне все объяснила. Вот тут написано О-За-Риган. Там иностранцев много. Там французники, голландки были. Но все-таки иностранцы-то приезжают сюда. Говорят, что они вот едут по этой магистрали. Молодежь одна. Я здесь старушка себя чувствую. Китайцы здесь их достали. Такие шумные. Это еще гостиница Натали. Вот еще это интересно, частный домик или гостиница. Комплекс. Это тоже какой-то комплекс. Творческая выставка здесь. Ух ты. Прямая речь. Свободный вход. Сходить, не сходить, это на их. Колодец. Еще комплекс разный. Вот этот, наверное, домик жилой. В русском стиле. Чапаева, 74. Ну прям все революционные названия. Как советское время. Так, и все купят вазики. Машины. Вон Байкал там же виден. Как он уже. Музей кукол. Куколки. Еще колодец. Ну здесь хоть канализация. Здесь нормальные хоть условия в этом. Собаки. На хаски похожи. Еще собаки. Они меня не набросят? Сибирские собаки. Сибиряки. Тут, наверное, дома обычные. Уже люди живут. Бурятский, русский стиль. Вот эти вот не крашенные дома, без ставни, без каких-либо красок. Это бурятский. А вот тут русский. А я добавлю стиль. Старобрядцы здесь еще живут. Очень много старобрядцев. Сослали их за время. А вот эти муки уже старенькие. Я вообще какой-то старый, старый. Думаю, тут развалится. Жилой интересно. Ну, конечно, и все жилые. В галерее. Вот собаки какие-то красивые. Наверное, хаски. Чуть не однокошки по трестеринке не видела. Я буду привезти к красавицам. Мой кисенька. Вот первая кис-кс-кс-кс. Ой, жирная какая. Наверное, кот. Это собаки, собаки. Вот кисенька. Мяу. И какая сибирская кошечка. Ой, господи, какая жирнущая. Мать, боже, баяться нетик. Даже байкал показался. Стою комнаты баня. Все здесь можно найти. И еще одна. Это сиамская, кажется. Кс-кс-кс. Это какой-то гибрид сиамской, сибирской. С русским барахлом. Иди сюда. Какая у тебя интересная раскраска. Это котик, это мальчик. Ну, вот и красавец Байкал. Здесь он прям как море. Сейчас я к нему подойду. За коровецу надо. Добрый день. За коровец. И вот... Добрый день. Вот. Здравствуйте. Добрый день. Сегодня у нас же 29 сентября. Последний день здесь. Вот. Сняла обувь. Дошла в воду. Вода показалась мне не очень холодной. Ну, может быть как на Альхоне. Может чуть холоднее. Да. Я собрала, достала градусник, чтобы померить его, а он у меня разбился, он словно лежит в грозерплюде. Без спирта. Все, поеду. Ну вот я. Я на Байкале. Блиствянка, 29 сентября 2016 год. Переночевала я в каком-то постеле деревянном. Себя потребовала отдельную комнату. Если бы я спала бы одна в четырехместном номере с подселением, там какие-то голландки были, францужники, неизвестно кто, то мне бы стоило бы 600 за койку. Но поскольку я пожелала отдельную комнату, там было две кровати, то есть мне пришлось платить за свою кровать и за другую, и комната отдельная, то мне пришлось заплатить полторы тысячи. Но это все равно не дорого по московским стандартам, да и по английским тоже, так что вполне нормально, хоть спала нормально. Там два туалета, правда, не в комнате, а в этом. Один с душем, другой обычный. Но там проблем не было. Ай, ладно, пойду. Пройдусь по Байкалу. Ой, бродяга к Байкалу подходит. Крупадскую лодку берет. Ох, камни, вот камни нет, надо мне опу какую-то одеть, я не могу без опыта. Ну вот, подошла к Байкалу. Стою уже даже здесь. Ох, водичка чистая, чистая, кристальная. Ох, ну и не пить можно. Детям дают ощущение. И вся вода в Байкале. Пресная, сладкая вода. Ах, не сладкая. Ах, не сладкая. Отличная водичка. Ну вот. Вот экскурсия. Здесь по-английски что же делать? Здесь я делаю то, что Песчаный Бэй, Аль-Хоун-Айленд, Ашен. Здесь все по-английски. Здесь столько иностранцев. Просто удивилась. Вот. Женщина сказала, Финка. Я дорогу ее спрашивала. А вокзал должен быть вот здесь, у Майка. Сейчас я куплю себе билет. На Иркутск. Можешь поделивать еще часочек. Сухиста была. Хватит. Майка. Тяжелая. Тяжелая. Ну тут должна быть автостанция, они говорят. Мне сказали. Ну что ж пойдем в городе. Ну вот. В Листанке тут конечно ничего особенного. Так порт. С Альхоном не сравнивается. Альхон сказка. Ну вот. Как я хорошо съездила сразу. Пусть поехала на Альхон. Как-то я так сообразила. Я не ожидала что-то так далеко. Просто слышала. Остров Альхон. Остров Альхон. Ну я прям с поезда как сошла. Сразу таксисты говорят. На Альхон. Он говорит. Ой это вам нужно на автовокзал. Это очень далеко. Как далеко. Я даже не ожидала что-то так же. Потому что далеко. Сейчас опять спущусь. От Байкала. А билет не стоит. 120 рублей. От Листанки до Иркутска. Где-то сейчас с лишним наденем. Ааа. 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 Отличились на этот бокал. Ну конечно. Истрянка. Это не отлично. Как красиво. Сочи хочет как-то блистать. Мой форма оболкает. Ну вот Листвянка,взяла билет на маршрутку сейчас поеду Ну конечно Листвянка ничего в близком к Альхону Как ерунда ну ничего А то Байкал Здесь самый быстрый причал Тут можно было конечно на Альхон поезд Если ты ехать так ехать на Альхон на Байкал Здесь хочешь посмотреть как бы реально Байкал Как все-таки рада что я туда съехала Если бы я в первый день не поехала Конечно в следующий я бы уже не собралась Если бы кто-нибудь бы тур взяла бы отсюда Ну да это тоже будет Но так много не посмотрела А другой берег он там в тумане не видел Здесь стоит 70 километров Вот этот берег Собственно 70 километров не так же А вот этот берег он там В лану-де Куда в ту сторону Это левее А я посмотрю Вот этот берег он Как смотрит Подумываете Скоро что там Куда он сейчас ездит Несмотря на суть А я вот этот восточный сибирской Ну в принципе здесь листианка Хороша тем что это хор Здесь можно экскурсии однодневные тоже взять На Альхон тот же Вот интересно на Альхон Дневные Они делают тур Надо пойти спросить Ну вот я уже в маршрутке Ну в общем я поняла уже тут Если в принципе вот людям которые хотят более-менее нормальные условия Где туалет нормальный Канализация нормальная Конечно стоит приехать на реставель И здесь можно взять дневные туры на тот же Альхон 4500 они стоят Я по деньгам может быть конечно сэкономила А вот по времени не знаю Здесь можно Потому что здесь прямо идут на кораблике На катере Вместо того чтобы ехать на автобусе Вот Ну не знаю Я хорошо проночевала на Альхоне Тем более что там Если бы дождь остановилась Можно было бы и в баню сходить Прям там Так ну все Кажется мы поехали в Аркутск Разве не церкви горы не спустилась? А это следующее За счет Вот так вот О 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok